Гельминиты – деликатная проблема, о которой предпочитают умалчивать. Поэтому лечение подобных заболеваний начинается слишком поздно. Использование различных методик медикаментов не всегда приводит к положительному эффекту и избавлению от недуга. Что же делать, когда привычные средства не помогают, а избавиться от паразитирующих организмов необходимо? На помощь приходят народные рецепты, проверенные веками. Как распознать присутствие паразитов? Наличие гельминитов в организме – опасная проблема, которая может привести к серьезным последствиям. Поэтому очень важно выявить первые признаки и начать своевременное лечение. Основными симптомами присутствия паразитических червей в организме являются неприятный запах изо рта, слабость, упадок сил, головокружение, расстройство ЖКТ, резкие скачки веса, потери аппетита, чувство тяжести, тошнота, рвота, высыпание на кожных покровах, боли в районе солнечного сплетения, аллергические реакции на привычные продукты, скрип зубами во сне. Появление подобных симптомов – повод обратиться к врачу. Специалист поможет разобраться в причине недомоганий, определит наличие гельминитов в организме и назначит соответствующее лечение. Чем опасны паразиты в организме человека? Многие недооценивают опасность гельминитов, однако эти организмы способны нанести большой вред здоровью. В первую очередь гельминиты приводят к проблемам с мочеполовой системой. У мужчин это камни в почках и мочевом пузыре, циститы, аденома, простаты и даже импотенция. У женщин паразиты становятся причиной воспалительных процессов в матке и яичниках. Это миомы, кистозное образование, заболевания надпочечника, почек, мочевого пузыря, вплоть до раковых опухолей. Большинство медицинских препаратов, предназначенных для избавления от паразитов, имеют высокую стоимость и недоказанную эффективность. В лучшем случае они притупляют симптомы, но не избавляют от проблемы полностью, а в худшем наносят непоправимый вред здоровью человека. Именно поэтому большую популярность обрели народные средства. Они просты в приготовлении, не требуют дорогостоящих ингредиентов и действительно помогают избавиться от паразитов. Лучший профилактический способ борьбы с гельминитами – употребление порошка из прокаленных на горячей сковороде семян кориандра. Достаточно одного грамма в день, чтобы полностью избавиться от паразитов. Лечение проводится курсами до трех раз в год. Не менее популярны при гельминтозах такие продукты, как репчатый лук, чеснок, грибы, семена. Полынь как универсальное средство при инвазии. Полынь обладает отличными противопаразитарными свойствами и легко усваивается организмом. Растения широко используются в виде отваров, целебных настоев и капель. Помимо борьбы с гельминтозами, полынь обладает широким спектром иммуномодулирующих свойств, благоприятно воздействуя на весь организм в целом. Отвар полыни употребляют два раза в день натощак. Курс лечения составляет 14 дней, но при необходимости продлевается до 1 месяца. Но только под наблюдением лечащего врача. Избавление от паразитов с помощью чеснока. О лечебных свойствах чеснока знают абсолютно все. Он отлично справляется не только с вирусами, но и более крупными паразитами, такими как гельминиты. Для лечения используются следующие методы. Клизмы. Для приготовления раствора 3-4 зубчика чеснока измельчаются. Лучше при помощи пресса. Полученная кашица заливается одним стаканом теплой воды и оставляется на ночь. Готовый настой процеживается и используется для очистительной клизмы. Курс длится 5 дней. Настой на основе молока. В 250 мл теплого молока добавляется 12 капель свежего чесночного сока. Получить его можно путем отжима пропущенных через пресс очищенных зубчиков. Молочно-чесночная смесь тщательно размешивается. Полученное средство принимается 2-3 раза в день на протяжении одной недели. Чесночная настойка с хреном. Отличительной чертой народных рецептов является простота в приготовлении, и данное средство не является исключением. Для настойки в равных количествах смешиваются измельченные корни хрена и очищенные зубчики чеснока. Общий объем кашицы не должен превышать половины стакана. Полученную смесь поместить в литровую банку и доверху залить водой. Оставить в покое на 10 дней. Рекомендуется принимать настойку 3 раза в сутки. Травы в борьбе за здоровье. Наилучшим образом в лечении гельминтозов зарекомендовали себя растительные компоненты с пряным, острым кислым вкусом. Как показывает опыт народной медицины, сочетание различных растений в одном средстве может привести к усилению того или иного вкуса, однако не уменьшает целебных свойств полученного лекарства, поэтому активно используются как монопрепараты, так и комбинированные смеси. Активно используется для лечения гельминтозов корень аира, имбирь, ревень, гвоздика. Сода для избавления от паразитов Сода обладает отличными противопаразитарными свойствами. На основе этого вещества создаются целебные смеси, которые активно используются при борьбе с гельминитами. Особенно актуально применение соды в домашних условиях. Этот порошок есть на каждой кухне. Чтобы очистить кишечник от паразитов, потребуются содовые клизмы. Для приготовления раствора соединяются 2 столовые ложки порошка с 3 столовыми ложками теплой воды. Тщательно размешивается, и смесь полностью готова к использованию. Этот способ помогает при наличии гельминитов в нижней части кишечного тракта. Если же паразиты основались в верхних отделах, рекомендовано употребление питьевого раствора соды внутрь. Для приготовления такого средства на 1 стакан воды добавляется 1 чайная ложка соды. Пить большими глотками. Лечение производится по следующей схеме. Утром натощак выпивается 1 столовая ложка теплой кипяченой воды. Через 15 минут употребляется питьевой раствор, приготовленный по указанному рецепту. Лечение гельминтозов с помощью бутонов гвоздики Особенность гвоздики заключается в том, что она уничтожает не только взрослые особи паразитов, но и их личинки. Для того, чтобы приготовить целебные средства, бутоны гвоздики измельчаются при помощи кофемолки. 1 столовая ложка полученного порошка запивается обильным количеством воды. Этот способ очищает организм и выводит остатки гельминитов. Пижма в борьбе с паразитами. Большой популярностью пользуются рецепты с пижмой. Это растение содержит множество витаминов, эфирных масел, флавоноидов, что обеспечивает высокие противомикробные и противовоспалительные свойства. Самый распространенный рецепт для борьбы с гельминитами предполагает использование высушенных цветков пижмы. 2 столовые ложки вещества заливаются 1 литром кипятка и оставляются на 1 час. Затем полученный настой процеживается, чтобы избежать попадания в готовое средство сухих частей растения. Принимается до 3 раз в сутки по 100 мл за 30-40 минут до приема пищи. Березовый деготь от гельминитов Березовый деготь – природный фитопрепарат для активной борьбы с паразитами в человеческом организме. Известно множество целебных средств на основе этого компонента, но самый простой и быстрый вариант – во время приема пищи капнуть несколько капель дегтя на кусочек ржаного хлеба. Также используются следующие способы. Строго натощак принимают чайную ложку меда с разбавленной в ней каплей дегтя. Перед сном принимают штакан теплого молока с добавлением небольшого количества березового дегтя. Каждый выбирает удобный для себя способ лечения. В любом случае березовый деготь оказывает противопаразитарное действие и помогает бороться с гельминитами на любой стадии. Другие рецепты народной медицины для борьбы с паразитами. Природные ресурсы активно используются человеком во всех сферах, и медицина не стала исключением. Целебные свойства на основе растительных компонентов повсеместно используются для лечения множества заболеваний. Сегодня мы можем наблюдать ситуацию, когда медикаментозные способы лечения не приводят к выздоровлению, либо применение лекарственных препаратов осложняется многочисленными побочными эффектами. В этих случаях на выручку приходят проверенные народные рецепты. Лечение семенами и орехами. Популярным средством избавления от паразитов являются арбузные семечки. Для этого одна часть семян измельчается в кофемолке до порошкообразного состояния, затем заливается 10 частями молока. Рекомендуется употреблять по одному стакану полученного раствора дважды в день, утром и вечером. Не менее популярны и доступны средства – тыквенные семена. Чтобы очистить кишечник от чужеродных организмов, необходимо семечки растереть и смешать в равных пропорциях с медом или вареньем. Небольшие порции средства натощак употребляются в пищу на протяжении двух часов. Особенно важно не употреблять других продуктов во время лечения, а также через час после приема последней части целебной смеси. После употребления тыквенно-медовой кашицы, которая негативно влияет на жизнедеятельность паразитов, необходимо провести очистительную процедуру с помощью клизмы. Это поможет вывести гельминитов и завершить процесс лечения. Грибы и растения На страже человеческого здоровья стоят не только семена. Для приготовления народных средств используются и другие части целебных растений, а также грибы. Эффективным способом избавления от паразитов является средство на основе грибов-лисичек. Они мягко воздействуют на организм, уничтожают вредные организмы и способствуют их естественному удалению из человеческого тела. Для приготовления лекарства 2-3 столовые ложки свежих лисичек заливаются 100 граммами водки. Смесь настаивается в течение двух недель в темном прохладном месте, желательно в холодильнике. Принимать данную настойку рекомендовано перед сном по одной чайной ложке. Еще один рецепт, который помогает при борьбе с паразитами – луковый настой. Средняя луковица измельчается на терке, мясорубке или блендере. Полученная кашица заливается стаканом теплой кипяченой воды и настаивается в течение 10 часов. Смесь процеживается, принимается один раз в день по 100 мл. Продолжительность лечения 4 дня. Валерьяна лекарственная известна своими успокаивающими свойствами. Однако не менее эффективна это растение при избавлении от гельминитов. Корневища измельчаются, заливаются одним стаканом остывшей кипяченой воды, настаиваются не менее 8 часов. Принимать по одной столовой ложке 4 раза в день. Лечебные клизмы при паразитах. Наличие паразитов в организме доставляет массу неудобств. И речь не только о дискомфорте и недомогании. Гельминиты становятся причиной многих заболеваний, поэтому при подтверждении диагноза следует немедленно приступить к лечению. Самым быстрым способом избавления от паразитов считаются лечебные клизмы. Для этого используются растительные настои, отвары, целебные растворы. Они не только выводят чужеродные организмы из человеческого тела, но и устраняют последствия, оказывая противовоспалительный эффект. Профилактика гельминтозов. Избавление от паразитов несет долгожданное облегчение, но чтобы вновь не встретиться с этим недугом, необходимо соблюдать определенные правила и выполнять профилактические меры. В первую очередь стоит позаботиться о личной гигиене, простое мытье рук, продуктов, поверхностей, соблюдение санитарных норм, регулярная дезинфекция уберегает от появления гельминитов. Рекомендуется также увеличить долю лука и чеснока в ежедневном рационе. Избавление от паразитов народными средствами – простой и быстрый путь к выздоровлению. Однако при первых признаках глистных инвазий следует обратиться в медицинское учреждение для постановки точного диагноза. А уже потом можно приступать к лечению, но опять-таки под медицинским наблюдением, так как на один и тот же компонент организма разных людей могут давать противоположную реакцию. На этом все. Если видео по борьбе с паразитами оказалось для вас полезным, поставьте ему лайк и написайте комментарий, что думаете о народных методах лечения. И не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, так вы точно не пропустите ничего полезного и интересного.